Сегодня мы поговорим о компьютерах. Это особенно актуально в это время, когда идет период экзаменов и у школьников и у студентов. И, конечно, представить себе жизнь без компьютера невозможно. Но, к сожалению, кроме позитива, компьютеры отрицательно влияют на здоровье их пользователей. Поэтому сегодня хотелось бы несколько минут посвятить минимизации этого вреда. Существуют рекомендации, ассоциации оптометристов по использованию мониторов компьютера. Во-первых, время. Конечно же, за монитором не стоит проводить больше трех-четырех часов в день даже взрослым людям, не говоря уже о детях. Детям до семи лет у компьютера в день можно находиться десять минут. Более старшим детям чуть больше, но эти цифры все равно минимальны. К сожалению, компьютеры отрицательно влияют на здоровье пользователя. Когда мы смотрим на монитор компьютера, то все изображения состоят из пикселей, которые не являются естественными для глаз. Те цвета, которые мы видим на мониторе, они тоже далеки от естественного спектра цветов. Важно, что пользователь компьютера забывает моргать, когда он смотрит на монитор. Ну и та статическая поза, то вынужденное положение, которое занимает пользователь компьютера, тоже не идет на пользу. Что же делать? Ну понятно, что использовать монитор больше 45-50 минут не стоит. После этого нужно сделать небольшой перерыв. В американской ассоциации оптометристов существуют рекомендации 20-20. Пользователь компьютера 20 минут работает за компьютером, потом 20 секунд отдыхает. Это было бы оптимально. То, чего мы можем рекомендовать пользователям компьютера? Во-первых, чтобы компьютер стоял, желательно один в комнате. Желательно минимизировать блики от каких-то осветительных приборов, одежды, отражение от зеркал, от оконного стекла. Монитор должен стоять на 10 градусов ниже уровня глаз. Конечно же, желательно между использованием мониторов устраивать так называемые физкульт-минутки. Желательно в это время выходить на свежий воздух. Причем прогулки особенно полезны именно в светлые время суток. Прекрасно, если мы используем пинг-понг, теннис. То есть мы смотрим на мячик, потом смотрим вдаль. Существуют различные лечебные методики тренировочные, такие как метка на стекле, которую очень несложно наклеить на оконное стекло и смотреть на эту метку, а потом вдаль. Сейчас хотелось бы обратиться к нашим уважаемым родителям. Конечно, это очень удобно, что у нас под рукой есть монитор, телевизоры, особенно телефоны. Мы с удовольствием даем его детям, но опять-таки мы должны учитывать отрицательное влияние гаджетов на здоровье наших детишек. Если вы заметили, что у вашего ребенка после использования монитора болит голова, появляются слезы течения, ребенок трет глаза, жалуется на то, что они устают, конечно же, вам необходимо обратиться к врачу. Может быть, вашему ребенку необходимо подобрать очки, он нуждается в какой-то коррекции. Тем самым вы позволите предотвратить какие-то тяжелые патологии глаза и сделать жизнь своего ребенка комфортной. Ну и, конечно же, следует учитывать, что все-таки общение с мониторами, особенно с телефонами, следует ограничить. Если вы заметили у вашего ребенка какую-то патологию зрения, вы можете всегда обратиться в наше учреждение, где работают прекрасные специалисты, имеющие высококачественные диагностические и лечебные возможности. Мы сможем обследовать вашего ребенка, дать рекомендации и при необходимости назначить лечение. Редактор субтитров А.Семкин